Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что ж, теперь спецсвязь действительно с ВИЧом. Встречаются две команды, которые здорово умеют играть позиционно. Вот здесь потеря, выход 1 на 1. Два защитника висели на спине, отложенное нарушение. Фиксируется фол. Покинул мяч в пределах площадки. В спецсвязи замена. Ну, видимо, такое правило у тренера, что кто потерял мяч, того надо менять. Пусть подумает, отдохнет. Ну, а он, пожалуй, лучшая возможность у спецсвязи была сейчас, чтобы забить. Третий, а теперь уже и четвертый защитник ОМОСу Наргасбытый вернулся. Еще раз, еще раз. Жень. Андрюха, да! Здорово! Назад, Слава! Все! Антон! Начинается! Очередной удар и очередное спасение от Погорелова. Выше борьбись! Выше, говорю, главное! Ближе! 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 Ближе, пау! Послал ты, керемнический пау! Не осяняйся! Нет! До перерыва 3 минуты. Контроль у спецсвязи отличный. Стоило мне сказать и сразу они мяч теряют. Ну может и стоило хотя бы мне как-то добавить непредсказуемости в этот матч. Потому что даже отличные переводы могут усыпить. Левая нога! Помогайте! Хороший вам! Валерий Иванович. Дальше. Слава, вперед делал! Анатолий съел, дай, дай! Слава, шире Слава! Снова контроль. Так и до перерыва недолго. Если точно, то 90 секунд до перерыва. Ну вот наконец-таки удар. Всего лишь третья спецсвязи. Столько контроля, а ударов всего три. Вот четыре. Можно ли это засчитывать как удар? Зарушение правил. Практически по линии ворот мяч прокатился. Но некому было его в сетку отправить. Перерыв при счете 0-0. И так второй тайм. В перерыве тренер спецсвязи заметно приободрил свою команду. И по-настоящему заряженная. Она вышла на поле. Сразу создали футболиста хороший момент, чтобы забить. Момент еще не окончен. Погорел, с которой попытки мяч в руки забирает. Прекратил таким образом контр-атаку Мэс. Откоржение показал, да? Показал? Нет? Откоржение. Нет, он уже не умеет. Нет, он уже не умеет. Нет, он уже не умеет. Все, поймите, ребята, вы же не мерзли. Да. Ну ладно. Показал. 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 Две минуты во втором тайме уже сыграно. Есть такое ощущение, что команды продолжают втягиваться в соревнования, только набирают ход. Поэтому, как правило, вторые таймы у нас получаются более интересными и насыщенными, чем первые. Великолепная возможность Мосэнергосбыта. Естественно, 15-й номер футболист, который наносил удар, извиняется перед партнерами за то, что момент не реализован. И тайм-аут берет спецсвязь. Защит получилась. Что за щит получилась? Что за щит? Что за щит? Что там Галадырь входит? А что он на двух? Они сделали ее по-другому, что ли? Да, на другой. Игра продолжается. Все необходимые внушения сделаны игрокам спецсвязи. Использованы все тайм-ауты. Остается, конечно, еще неограниченное число замен. Два человека на скамейке у спецсвязи. Три футболиста у нас, наверное, готовы выйти на поле. Ну, не то что готовы, они уже ходили. У нас число замен неограничено. Замены происходят по ходу игры. Ну, не так же. Хочешь? Там, Паш, там, Паш, там, да. Андрей Костер, по-другому. Принимай. На! По-поз. По-поз. Держи. Прикажи. Треть. Минус, на право. Шест. Держи. Так, смотри. Прямо. Один остается. Один остается. А вот Монсендер Газбит разыгрывает сразу с ударом. И снова потеря моментально. И Погорелов не может сразу подняться. Нужен док. Взаимно. Взамен в звездном составе. Матч продолжен и самое главное, что продолжает защищать ворота спецсвязи Погорелов. Видно, что дается ему это с трудом. В штрафной спецсвязи. Иначе летел по центру и справиться с ударом было не так сложно. Иначе летел по центру и справиться с ударом. Иначе летел по центру и справиться с ударом. Но опасные моменты стали возникать каждые 20-30 секунд. Количество растет. Как грибы после дождя. И до сих пор без голов. Три пола спецсвязи, два у МОС Энергосбыта. Кстати, сегодня мы 10-метровые штрафные пенальти еще не видели. Воздерживаются игроки от грубых нарушений, ну или от большого их количества. Но это только половина. Половина даже не прошла еще. Все впереди. Ну, здесь фолд. Четвертое нарушение спецсвязи. Есть оперативный простор. Жесткий подкат, но выверенный при этом. Четко в мяч сыграно. Вот здесь снова можно было мяч в сетку переводить. Моменты у МОС Энергосбыта поопаснее. МОС Энергосбыта поопаснее. Меньше полутора минут до свистка. Ничья здесь, спецсвязь, ну, совершенно не устраивает у них и так. Походу, с сегодняшнего дня была единственная игра и закончилась она поражением. Одно очко в двух матчах. Сразу отправляет команду на одну турнирную таблицу. Конечно, от этого дна будет удобно оттолкнуться, но удастся ли выпрыгнуть, думаю, не за воды так же высоко, как это сделают конкуренты. Тридцать секунд. Тридцать секунд. Беги, беги, беги. Время на одну-две атаки остается. Ну, может быть, справедливым будет ничейный результат. Все-таки очень равную, абсолютно равную игру показывали команду. У Мосэнергосбита было больше опасных моментов, но нужно отдать должное спецсвязи. Неблоко они оборонялись, до последнего боролись. Конечно, все могут изменить оставшиеся пять секунд. Перед воротарем с куракатом. Удар. Горелов. Ну, до последок. Забросит мяч куда-нибудь подальше. И ноль-ноль.